Так, добрый вечер! Сегодня у нас программа прямого эфира. Мы будем обсуждать темы духовной жизни. Какие вопросы будут появляться, мы будем их озвучивать и отвечать на эти вопросы. Вот пришел вопрос. Харе Кришна, мои смиренные поклоны. Скажите, как развить вкус к повторению святых имен Бога? Как развить вкус к повторению святых имен Бога? Для этого существует практика и время. Вкус, он уже существует. У того, кто очистил сердце, вкус естественно присутствует в чистом сердце. Поскольку вкус исходит из непосредственно активности души. Когда сердце очищается и душа становится более активной, проявлять себя начинает, это выражается вот в этом названии. Слово «вкус» называется. Или глубокое, острое переживание святого имени. Восприятие святого имени. Поскольку святое имя обладает всеми энергиями, возвышенными энергиями, их можно научиться воспринимать. Эти энергии, они тонкие, высшие энергии, недоступны грубому восприятию. Поэтому трудно полагаться на материальные органы чувств в этом вопросе. Или даже на мыслительные процессы. При помощи размышлений сложно получить такой вкус глубокий имени. Его можно испытать непосредственно переживая, общаясь с преданными. С чистыми преданными. Например, Шила Прабхупада начал свою проповедь в Америке. В шестьдесят пятом году он начал это делать. Все идеи молодых людей, которые жили как хиппи, принимали наркотики. То есть они принимали интоксикации, их сердце было нечисто. То есть они в каком-то смысле опустились на дно жизни и социальной точки зрения. И морально, и нравственно. У них были свободные браки, такие веяния были в то время. И Прабхупада дал им вкус святого имени. Поскольку сердце Прабхупады чистое, трансцендентное. Он мог просто воспевая вместе с этими людьми святоими, дать привитий на этот вкус. Объясняя философию сознания Кришны. Непосредственно занимаясь практикой воспевания. Он передал этот вкус. И молодые люди не оставляли эту жизнь. Наркотиков, этих чувственных наслаждений. Они наполнялись блаженством внутреннего этого вкуса. А затем, когда человек практикует сам непосредственно этот процесс. Ему будет трудно. В том смысле, что наступит период, время, когда необходимо будет заняться самоочищением. Это потребует усилий, работы большой. Поэтому не всегда будет процесс только приятным. Иногда это будет трудно. И поэтому человек дает обеты. Чтобы достичь этого стабильного вкуса, он должен регулярно принимать лекарства, чтобы выздороветь. И так он должен повторять, если он получает посвящение. Он дает обеты. Свои 16 кругов ежедневно. Четыре принципа регулирующих ограничения. Не принимать никаких токсикаций. Не есть мясо рыбуиц. Не заниматься незаконным сексом. Не играть в азартные игры. И так ежедневно, если он воспевает внимательно свои 16 кругов. То постепенно сердце его очистится. И вкус как бы наполнит твое сердце. Вот личный уже вкус его приобретенный. И в этом процессе очень важно поддерживать отношения с преданными. Практикующими. Так мы поддерживаем наш вкус общением. При этом есть предостережение. Не оскорблять, не критиковать общество преданных. Если там даже есть какие-то недостатки. А сосредоточиться на позитивных вещах. Потому что оскорбление, критика, сплетни, всевозможные интриги, что характерны любому материальному обществу. Они вредят приобретению вкуса. Мы так теряем наоборот вкус. Даже если имели его, мы можем потерять духовный вкус. Поэтому практика воспевания сутвоимене. Она предполагает, что человек избегает 10 оскорблений в этом процессе. И так приобретает устойчивый духовно-трансляционный вкус. Становится счастливым изнутри постепенно человек. Воспевая Харе Кришна мантру, цветы имена Бога. Думая о Боге. Читая Священное Писание. Все это становится источником моего вкуса. Счастья. Я начинающий преданный. На днях мою жену, также начинающие преданные, осудили родственники-материалисты. Ничего нового они не сказали. Все было как всегда. Но основной упор они делали на ограниченность общения преданных. Дескать, Кришнаит общается только между собой. И таким образом мы ограничим себя в полноценном общении. Я размышлял над этим. И ведь действительно так. Нам действительно общаться. То есть не интересно общаться с непреданными. Нет ли в этом какого-то подвоха? Или это нормально? Общаться по большей части только с преданными. Виктор. Общаться нужно с преданными. С непреданными. Что имеется в виду общаться с непреданными? Здесь имеется в виду, мы не общаемся с непреданными на их темы. Например, они любят говорить о женщинах. Об отношениях мужчины и женщины. Они любят обсуждать эти темы. Либо они любят рассказывать какие-то анекдоты. Либо они выпивают или курят вместе. Либо они говорят о деньгах или о чувственных наслаждениях. В этом смысле мы не общаемся с непреданными. Это неинтересное общение для нас. Они любят смотреть какие-то фильмы, где много убийств или сексуальных отношений. Нам не нравятся эти темы. Но что касается меня, я общаюсь с сотнями и тысячами новых людей. Когда мы проводим программы, много людей приходят и мы общаемся там. Это очень интересно, потому что мы общаемся на духовной теме. Поэтому не общаться с людьми тоже неправильно. Общаться, слушая их какие-то разговоры тоже не хорошо. Мерзкие темы. Но если вы общались для того, чтобы обсуждать философию Бхага-Ваддида, духовные темы, люди будут очень интересными становиться. У нас очень много общения в этом смысле слова. Например, вы же ребенка свое тоже как-то пытаетесь уберечь от дурного общения. Я бы упрекнул какую-то семью и сказал, почему вы ребенка не отпускаете сходить в пив-бар вечером, допустим. Или к вульгарным женщинам познакомиться по вечерам, ходить куда-нибудь. Вы же не говорите такие вещи. Вы говорите, нет, туда ходить не нужно. Вот уже ограничивайте его. Так же, если человек ведет чьи-то образ жизни, то уже общение меняется, естественно. Ничего плохого в этом нет. Итак, есть тенденция преданных спустить вниз на уровень общения, материального общения. А есть другая мысль. Поднять общество людей до отношений духовных, выше. Что лучше, что хуже, решает уже каждый сам для себя. Что делать, если служение сильно мотивировано достижением ананта и наслаждением через наслаждение Господа? Не является ли это формой корысти? И можно ли медитировать на трансцендентное наслаждение, духовное блаженство во время джапы? На трансцендентное наслаждение медитировать. Я думаю, нужно просто слушать джапу. В этой практике воспевание в ступени все уже есть. Есть там трансцендентное наслаждение. То есть не забывайте, что это йога. Это требует концентрации ума и контроля чувств. При этом, если вы видите, что мысли о Кришне, о духовной обители, они помогают вам слушать манджу, то это благоприятно. Если же мысли мешают нам слушать мантру, то это неблагоприятно. В центре внимания должно быть повторение Святого Имени. Как отличить истинное и духовное блаженство от ложного, то, что православные называют прелесть? Не впасть в прелесть. То, что называется прелестью христиан, это означает, что человек испытывает какое-то ощущение счастья и привязывается к этому ощущению счастья. Хочет его поддерживать постоянно. Имитировать начинает его. Вспоминать, призывать, как бы возвращаться к этому состоянию. Поэтому это искусственное блаженство, более или менее. Надуманное, так скажем. А подлинное блаженство, оно саморазвивающееся. Нельзя как-то забальзамировать, как-то так вот сохранить. Оно развивающееся, и вот это блаженство или любовь к Богу, оно развивается так, что очищает сердце от различных ненужных привязанностей материальных, от низших вкусов, от плохих качеств. Поэтому это блаженство может вызывать некоторые противоречия в сердце у человека. В процессе очищения он может почувствовать себя не очень хорошо, потому что может обнаружить себя недостатки или от каких-то привязанностей трудно освободиться, могут трудности возникнуть. Поэтому нужно понять здравым смыслом, что такое духовная практика, духовная жизнь. Нужно изучать эту науку. Это не просто наслаждение в невежливости, какая-то эйфория. Нет, это процесс очищения прежде всего. А уже потом, когда человек очищен, он может испытывать всегда это счастье внутри себя. Счастье – это синоним знаний. А прелесть – это счастье в невежестве. Харе Кришна, мои поклоны. Можно ли проповедовать Матаджи, если нет пранамы? То есть, наверное, тут спрашивается, что если нет у Матаджи пранамы, может ли она проповедовать? Все могут проповедовать. Или проповедовать Матаджи, если у нее нет пранамы? Я не слышала какие-то ограничения проповеди от Прабхупады. Каждый может проповедовать, индицированный или не индицированный. Все, что он услышал, все, что ему понравилось, все, что он смог осознать, он может предсказать другим людям. Харе Кришна, мои смиренные поклоны. Как соединить духовную и материальную практику? А что такое материальная практика? Есть такое понятие материальная практика и имеется в виду варна, профессия. То есть, если мы имеем какую-то профессию и заняты, то как еще совместить это с духовной практикой? Видимо, это вопрос касается. Суть в том, что все должно служить Богу. Все, что мы имеем. И работа, и семья, и наши способности. Значит, и варна, профессия, и идея семейной жизни, и наш ум, чувство, разум, наша деятельность должно быть подчинено этому высшему принципу служения. Служение Верховному. Так это можно совместить. Если же мы подчиняем профессии все, и духовное, и материальное стремление, и наши качества, то это ограничивает нашу духовную жизнь. Если же мы посвящаем семье все это, как бы жертвуем для удовлетворения семьи, то Бог становится исполнителем наших желаний просто. То есть мы не развиваем отношения с ними. То есть большинство людей, которые подчиняют религию материальным желаниям, уступают в более или менее торговые отношения с Богом. Потому что мы служим Богу, но зачем? Чтобы в семье был порядок, чтобы все были здоровы, чтобы деньги были, чтобы враги нам не мешали. И таким образом область духовная остается непознанной. Потому что мы познаем только мир своих желаний, Бога привлекаем к миру своих желаний, и поэтому мы можем открыть его природу. Мир его желаний, мир его деятельности, поступков, окружений. Поэтому Шатра рекомендует Ачаре, нужно подчинить все эти материальные вещи служению Богу. Тогда открывается природа Бога. Мы постигаем его природу и можем вступить с него в взаимоотношения, вечное отношение. В этом идея духовной практики. Не просто как-то поддерживать материальное, вот и деньги зарабатывать, и немножко мантру повторять. Нет, но идея такова, что мы полностью предаемся Богу в процессе духовной практики. Полностью посвящаем все Ему. Мой ум, Бхакина Такур поет песню. Мой ум, моя семья, мой дом, мои деньги, разум, все я отдаю тебе, посвящаю тебе. Вот цель духовной жизни. Дорогой Чайтанья Чандра, скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы окружающие люди не воспринимали нас фанатиками? Люди все равно будут воспринимать нас фанатиками, потому что мы не едим мясо, не принимаем интоксикации, не занимаемся незаконным сексом и так далее. Регулирующие принципы 16 кругов каждый день, повторяем это по два часа минимум. Люди будут думать, это фанатизм, конечно же. А что, прекратить из этого духовную практику? Не думаю, что нужно прекращать нашу практику. Кроме этого, если у нас еще недостаточно знания, если мы говорим людям, что повторять их Харикришна, и почему не можем толком объяснить, не можем объяснить Бхагавадгиду современным людям, то люди будут думать, что у нас нет знаний, мы просто фанатики, у нас просто какая-то вера. Очередная какая-то вера, которая не имеет научной основы. Но на самом деле сознание Кришны это наука, и Парупада ее преподнес как науку. Нам необходимо изучать эту науку, чтобы люди видели, что за этой решимостью, которая есть в практике у преданных, есть великое знание – наука. Тогда они не будут думать, что это секта или группа фанатиков, что это ученые люди. У них серьезная практика, они принимают аскезы, у них чистый образ жизни, у них много положительных вещей в жизни преданного. Они разумны очень, они знают философию, они знают много полезных наук. Они понимают хорошо законы жизни, они знают, как строить семьи, как воспитывать детей, знают медицину древнюю. Они понимают законы астрологии, причинственные связи, хорошо разбираются в этом. Они знают также душу, понимают существование Бога. Смотрите, тут великие-великие знания у этих людей. Поэтому, постепенно развивая знания, мы сможем развить впечатление более высокое, более благоприятное впечатление оставлять. Харита Лишна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как мы можем помочь нашим близким, если они не очень-то приветствуют наше увлечение? Помочь близким? Я не думаю, что нужно интенсивно помогать близким именно. Достаточно вашего примера, чтобы они видели перед собой ваш пример. И любой начинающий преданный пройдет через три этапа. Если вы начинаете серьезно практиковать духовную жизнь, то сначала ваши близкие родственники не будут смеяться над вами. Они вас знали с этим другим, обычно нормальным человеком. Теперь что-то вы творите непонятное. Не курите, не пьете, в разговоры не уступаете, обычно мирские. Что-то вы умните на щетках. Они будут сначала смеяться. А второй этап – начнут преследовать. Когда видят что-то у вас серьезное, скажите, я из тебя эту дурь выпью. Живи нормально жизнью. Начнутся агрессия, преследования, критика такая резкая. А на третьем этапе, когда приходят плоды духовной практики очевидные, они будут восхищаться и гордиться, что в семье есть такой человек. Поэтому вы должны запастись терпением. Лебедь не сразу становится лебедем. Сначала появляется гадкий утенок. Он некрасивый. Он такой серый, такой облезлый, такой большой, долговязый. Там нет такой агрессивности, лебедь, белое оперение, такая королевская походка. Гадкий утенок называют. Терпите, вы должны вырасти, должны созреть в духовном смысле слова, и люди будут гордиться вами. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, какую роль играет любовь в отношениях между преданными и в отношениях между преданным и окружающими людьми? Какую роль играет любовь между преданными и окружающим миром преданными? Делается сейчас не в любви. До любви еще очень далеко. Сначала нужно научиться уважению, другим понятиям. И приобрести разум. Разум означает, что мы принимаем людей на основе цели, к которой мы стремимся. Целью. Не на основе чужого восприятия. Или не на основе образования. У кого-то среднее образование, у кого-то никакого образования, у кого-то высшее образование. Как мы вместе можем быть? Но нас объединяет цель. Вот на основе цели мы должны уже принимать всех благоприятно, ко всем относиться, кто стремится к этой высшей цели. Мы вместе. Как? Птицы разного пера. Так? Они обычно вместе не сотрудничают. Есть лебеди, есть вороны и в разных местах. Есть орлы, есть вороги, они в разных местах ходят. Но есть история о том, как охотник поймал много-много птиц в одну сеть, в одну ловушку. Растянул там сетку, разбросал какие-то зерна, ловушку построил хорошо и спрятался. Охотники удостоверяют эту маю, материальную природу, которая провоцирует нас. Привлекает, а потом ловит. Птицы слетелись разные на корм. Когда свелось много, охотник захлопнул сетку. Все не попались в ловушку. Все подумали, нам конец. Там была одна мудрая птица, которая сказала, на самом деле да, мы обречены. Но только один выход есть. Но это в том случае, если мы вместе все будем делать. Забудем о наших различиях, кто воробей, кто орел, кто лебедь, кто ворона. Если мы с одной целью объединимся, мы спасемся. Ради спасения просто все должны махать крыльями, вот и все. А не рассуждать, кто есть кто. Действовать нужно. И когда они прислушались к этой птице, ну хорошо. Охотник уже приближался и потерял ладони. Хорошая добыча. Тут птицы все смазнули крыльями одновременно и вместе с сетю полетели. Охотник подумал, чудо какое, первый раз такое вижу. Разные птицы работают вместе. Но они имели цель освобождения. Позже охотник подумал, нет, недолго это продлится, невозможно. Они разные, очень разные. Сейчас они начнут ссориться. И он бежал за сеткой, ожидая. И он был прав. Птицы начали ссориться. Кто-то первый там начал, кто-то там большие крылья имел слишком. Что тут вообще идут воробьи эти, вороны несчастные. Или сороки никуда не годные. Они вообще не помогают, только мешаются под ногами. Только благодаря нам мы спасаемся. И так эта гордость началась. Плоды деятельности стали делить. Кому слава должна принадлежать, поступка этой акции. И стали критиковать друг друга и отказывались вполне недолго. А без меня попробовали, сказали орлы. Хорошо, раз вы такие сильные. Перестали махать крыльями. Стало тяжелее. Другие птицы то же самое сделали. В конце концов, светло стало падать вниз. Они подумали, я же говорю. Они разные, они будут ссориться. Моя властница. И когда они снова стали падать, снова мудрая птица сказала. Смотрите, мы выясняем, где истина, где ложь. Но мы все падаем. Мы все гибнем из-за этого. Нам не нужно это обсуждать. Нужно просто вместе махать крыльями. Ради одной цели. И таким образом, нужно научиться ввести цель жизни сначала. До любви еще очень далеко. Это правда мы говорим. Настоящая любовь еще ждет впереди. Мы сейчас скажем, любовь и сенсуются сентименты. Начнутся уже чувственные вещи. Своя опасность существует. Симпатия, антипатия. Только обостряться из этого. Сначала уважение к тем, кто рядом со мной хочет достичь такой же высшей цели. Вот с этого и начинается правильное общение между преданными и непреданными. Так что мы людям, окружающим, даем понимание высшей цели также. И тогда, когда они присоединяются к этой цели, можно сотрудничать. То есть, людей должны объединять в общую цель жизни. А потом постепенно, чем ближе к этой цели, тем естественнее мы начинаем проявлять эту любовь. Любовь рождается откуда? Из этих усилий, когда мы отдаем и отдаем друг ради друга. Отдаем многие вещи. Как мать отдает все ребенку. Все свое время, все свои силы, все свои деньги родители отдают детям. И так, в этом служении они очень сильно привязываются и любят своих детей. Где богатство ваше, там сердце ваше. И так, любовь нужно еще заслужить. Это не просто какая-то эйфория случайная. Поэтому, нужно формировать эту любовь. Не у всех она есть одинаковая. Нужно работать многое, чтобы обрести. Заслужить нужно. Чем больше мы для людей будем делать полезных вещей, проповедовать, давать знания и прочая благотворительность, тем больше мы будем любить этих людей. Все очень просто. Вот она любовь. Чем больше мы будем помогать друг другу в достижении высшей цели, тем больше мы будем любить друг друга. Если ставить какую-то трудную цель, то что разумнее, с решимостью бросить вызов Майи или идти к этой цели мелкими шажками? Есть интенсивный прогресс, есть постепенный прогресс. Обычно шастры и Шила Пропада говорят, что нужно постепенно прогрессировать в духовной жизни, без резких рывков, не причиняя беспокоя себе и другим. Но это зависит от обстоятельств. Например, Шила Пропада долгое время жил в семье, но в какой-то момент времени он ушел из семьи. Этому способствовали обстоятельства именно. Обычно человек живет в семье, он занят работой, поддержанием семьи, зарабатывает деньги, одновременно изучает Писание, общается с переданными, постепенно развивается. А потом какие-то обстоятельства приходят к нам. Например, может состариться и уже потерять способность к работе, зарабатывать деньги или потерять какие-то деньги, потерять здоровье или оказываться на пороге смерти в конце концов. И вот тогда нужен интенсивный прогресс. Необходимо особые усилия совершить. Пропада, Шила Пропада, в какой-то момент потерял весь бизнес, хорошо налаженный бизнес, работал всю жизнь, потерял все деньги. А затем случилось так, что его жена пошла в лавку и обменяла его в этом книге на чай. Это было уже последней каплей терпения Пропады. Он принял отречения, как бы он ушел во Вриндаву. Стал жить как Бабаджи, отшельник, в преклонном возрасте. В 59-м году он принял саньянсу. Оставил семейную жизнь. Этому способствовали определенные обстоятельства. Поэтому не все решает сам человек. Но мы должны быть просто готовы к тому, чтобы полностью предаться Богу в какой-то момент времени. Но в обычных обстоятельствах мы постепенно прогрессируем, опираясь на ежедневные обязанности, которые мы должны делать, воспитывая детей, имея семьи, работу и так далее. Харе Кришна, вы говорите, что джапы нужно слушать. А если ум отвлекается, а потом ты его возвращаешь обратно, но ненадолго, то считается ли это оскорблением? Нет, это хорошая практика, о которой вы говорите. Если ум убегает во время джапы, вы его возвращаете хотя бы ненадолго, он снова убегает, вы снова возвращаете. Вот это правильная практика. Вот так ведь и говорит Кришна. Ум будет убегать, и куда бы ни убегал, лучше его обратно под контроль своего Я. А он снова будет убегать. Он не постеливый ребенок еще, видите? Ребенок долго не может сидеть на месте. Но вы его дисциплинируете постепенно, он растет, набирает сил и уже может сидеть дольше. И как можно постоянно слушать джапу, если не получается постоянно быть сконцентрированным на имнах Бога? Это вопрос желания. Не просто концентрации, не механическая концентрация. Это вопрос желания. Если у вас есть искреннее желание постичь свое отношение с Богом, приблизиться к Богу, то научитесь всему, не беспокойтесь об этом. Механическая практика, она не очень эффективна. Просто слушать механический джапу это неинтересно. Нужно в сердце иметь стремление к Богу. Искреннее желание. Вы видите, что эта практика будет обогащаться, что-то новое, свежее будет приходить к вам. Чувства очищаются, разум очищается, энергия появляется с радостью, энтузиазма, творчество. Много чего можете обрести в этом пути. И все, что к вам приходит, таким образом, по милости святого имени, вы занимаете это в служении. Много интересного делаете, полезного людям. И получаете новые возможности. Процесс сам по себе радостный. Но если вы делаете это механически, без веры в Бога, без стремления к личности Бога, то не произойдет такого обогащения интенсивного. Скорее, вы будете чувствовать напряжение ума. Будете жаловаться, что трудно мантру повторять. Ум не слушает ничего. Трудно. Одолевают желания какие-то. Не могут справиться с этим умом. Но все зависит от того, насколько человек стремится к Богу. В комментарии 38-10 Бхагавадгита Шрила Прабхупада говорит, из всех сокровенных деяний, слушаний, повторений и памятований, молчание самое важное, поскольку оно помогает человеку духовно развиваться. Как понять эти слова? Да, да. Молчание. Нужно молчать. Не нужно говорить. А если вы говорите, только говорите о Кришне. Это приравнится к полному молчанию, Мауна. Если вы не говорите о себе, о семье, о деньгах, о стране, о мире, об Америке, о Китае, о соседях, о собаках на улице, о том, что вас обидел на улице или на работе, о проблемах в чужих семьях. Если вы не говорите, вы молчите. Поэтому говорить о Кришне означает молчание. Это приравнится к полному молчанию. Либо вы воспеваете Харе Кришна мантру, святое имя воспеваете, либо вы говорите о Кришне, означает, что вообще молчите. Харе Кришна, можно ли повторять джапу в уме? Можно повторять джапу в уме? Да, можно повторять в уме. Но сначала начинка повторите шнадцать в угол. Потом повторите сколько хотите в уме. И какова разница между безмолвным повторением и повторением слух? Сейчас вы не можете повторять в уме мантру по-настоящему. Ум не контролируется еще. Вы даже не можете слушать джапу. Звук не можете слушать, не говоря о том, что в уме произносите. Сначала научитесь слушать джапу. Слушать звук в трансцендентных уме. А затем вы определите способность повторять в уме постоянно. Это будет спонтанно. Это не будет какое-то ваше решение. Это произойдет спонтанно. Поскольку в этом будет ваш вкус жизни думать о Кришне. Постоянно повторять в уме. Харе Кришна, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Пишут вам из Волгограда. В данный момент в городах России происходит процесс передачи храмов владений Цоскар. Например, храм в Волгограде. В конце концов, все имущество российского искона будет сосредоточено в руках трех людей. Учредителей Цоскар. Что вы думаете по этому поводу? Ничего об этом не думаю. Я повторяю Харе Кришну, ни о чем другом не думаю. Я молчу. Действительно ли для неофита, прежде чем учиться всегда помнить о Кришне, важнее сначала увидеть во всем действие материальных гун? Что дает такое видение? Еще раз вопрос. Действительно ли для неофита, прежде чем учиться всегда помнить о Кришне, важнее сначала увидеть во всем действие материальных гун? Нет. Нужно думать о Кришне. В самом начале мы слушаем о Кришне, именно это вдохновляющая сила. А затем мы сможем разобраться в материи, в гунах материальной природы. Если человек не стремится к Богу, не пытается понять божественный разум, то как он сможет понять гуны, материальную природу или карму? Потому что эти энергии под управлением Всевышнего находятся. Раскрыть эти законы можно благодаря божественному разуму. Общаясь с Богом фактически. Это недоступно в человеческом понимании, скажем, карма. Это распределение кармы настолько сложное, что человеческий разум не может этого понять. Всех этих тонкостей. Сколько всего мы делаем, сколько всяких мелочей, все это связывается в одну и одну цепь нашей жизни. Это может введить и контролировать только Высший разум. Поэтому именно стремясь постичь свои отношения с Высшим разумом, нам открывают эти законы уже. Непосредственно, как это мы живем в законах кармы или под какой гунном мы сейчас находимся, под этим влиянием, как освободиться от этой гунном. То есть благодаря именно Высшей энергии открывается через Бога. Без Бога материальная природа не познавется, в принципе. Материалисты борются с законами материальной природы. Почему? Она мешает им выполнять их желания. Они строят технику при помощи науки, они эксплуатируют землю, чтобы подчинить ее законы, пользоваться, управлять всем этим. Но это в сравнении тому, что человек пытается бороться с палкой в руках человека, который бьет его. Он думает, что причина его боли – палка. Он свое внимание на палке средотачивает. Сейчас я изучу эту палку, каким образом смогу разобраться в ее природе, в ее качествах. Но не палка – причина его боли, а тот, у кого в руках эта палка. Итак, если он попытается понять того, у кого в руках палка, и разобраться в своих отношениях с ним, с ним отношения, то и палка больше бить его не будет. Это пример наказания. Итак, природа наказывает человека. Будешь работать, говорит. До снимого пота, прежде чем получишь кусок хлеба. Это же наказание, явно. Палка. И они пытаются с этой палкой разобраться, не хотят исследовать все эти законы материальной природы. Как это подчинить? Но палка еще сильнее бьет таким образом. Надо разобраться с тем, у кого в руках эта палка. Итак, на первом месте знание Бога. Атма, татва, атма, яна. То есть знание о душе и Боге. А потом все остальные науки, они открываются по себе. Шрил Прабхпаду пишет, душа, находящаяся в теле, действует. Поэтому он называет карту, совершающие действия. Объясните нам, пожалуйста, это. Что значит это? Душа действует. Находящаяся в теле действует. Да. Поэтому и называют карту. Совершающие действия. Карта, исполнитель, карма действующая. А карта, это исполнительница она. Душа исполнительница. А действуют гуны материальной природы. Например, есть машина, она непосредственно действует. Работает мотор, там и колеса вращаются. А исполнитель, это водитель. Карта. Он исполнитель. Благодаря его воле, машина работает непосредственно, она выполняет всю эту деятельность. Также я, карта, исполнитель. У меня есть какие-то планы, есть желания, которые я хочу исполнить. И к моим желаниям подключается мое тело, ум, вот эта тонкая энергия, потом физическое тело, затем я вступаю в отношения с физической природой, и начинают действовать гуны материальной природы. Как биологическая машина вступает в отношения с окружающим миром материальным. Это уже карма, деятельность. А исполнитель внутри находится. Он из него исходит с желанием. Здесь вот новая предность спрашивает, в каком состоянии ума покидает тело, живое существо, такое тело и получает. Как это понять? В каком состоянии покидает тело ума, живое существо, такое тело соответствующее и получает. Как это понять? Это означает, что из умонастроения развивается тело. Вы меняете умонастроение, у вас меняется и тело. Вы замечали это? Например, выражение лица может измениться. Это понятно. Меняется ум, меняется выражение лица. Если вы умеете чувствовать радость, то и на лице радость отразится. Если вы чувствуете скорбь внутри, боль, то и на лице вы не скроете, тоже отразится. Ненавидите кого-то, выразитесь на лице, в походке, в действиях, то есть физическое тело начнет меняться, меняет свое поведение. Итак, это очередной факт того, что умонастроение меняет тело. Кроме этого, мы думаем, думая в этом мире, мы думаем о каком-то идеале, какой-то цели, к чему мы стремимся. И ради этого общаемся с соответствующими людьми, окружением. И общаясь, и думая о какой-то цели, мы трансформируемся в какое-то новое состояние. Например, гусеница. Она думает о том, чтобы летать, так написано в книгах, и постепенно струнется бабочкой. Трансформация. Ребенок думает о том, чтобы быть взрослым, иметь профессию, и постепенно он поднимается на турови. И просто растет тело, смотрите, он что-то еще и достигает при помощи этого тела. То есть тело, это способ достичь каких-то целей. Ребенок думает стать взрослым для чего? Что есть какое-то желание и цель, связанное с темом возрастом. Возможности. И так далее. И вся деятельность, которую совершает человек, она развивает в нем определенные качества, закладывает в нем. А качества меняют его суть, его тело. Например, если он действует как животное в этой жизни, развивает умонастроение животного, сознание животного, то есть в этой жизни получает тело животного. Вот такие законы. Или пропады, нудисты. Еще такие люди появились нудисты в Америке. Кто такие нудисты? Те, кто голые ходят. Большой риск стать деревьями в следующей жизни. Формируется сознание в соответствии с этой практикой, деятельностью. Формируется определенный тип сознания и в природе есть уже нудисты, это деревья. При этом они никого не беспокоят ведительским поведением. Гармония не нарушается. А человек если будет себя вести как дерево, то он нарушит гармонию. Или как животное нарушит гармонию. Значит, если он отказывает от умонастроения человека, ему присуждается другое тело. О чем ты думаешь? Какое сознание сформировал? В следующей жизни ты получишь соответствующее тело. Поэтому очень важно человеку уметь управлять умственными энергиями, направить ум к абсолютной истине. Вот для человека это предписано. Чтобы обрести божественное бытие в будущем. Не вернуться к животному состоянию, животное тело, а на божественный уровень перенестись. Сначала мысль туда устремляется. А затем уже действие в этом направлении. А потом непосредственно уже и тело трансформируется на духовное. Как ученые сначала мысль в космос, потом непосредственно какие-то теории разрабатываются, обсуждаются. затем эксперименты начинаются, а потом факт совершается. Они вылетели в космос. Это физический факт. Начинается с мыслей. Здесь поступил вопрос от молодой мамы. Как можно вдохновить ребенка читать джапу и нужно ли это делать? Как вдохновить ребенка читать джапу? А сколько ребенку лет? Писали. Дети бывают разных возрастов. В 5 лет уже ребенок 12 лет как вдохновить собственным примером. Я думаю, если родители повторяют джапу, то ребенок тоже будет спрашивать, что это такое, что вы делаете, вернее же? Ну, таким образом они вдохновляют, рассказывают, что такое джапа, зачем, почему, предлагают, попробуют. Не заставляют детей. В 12 лет он может повторять сколько хочет. Один круг, или два круга, или четыре круга. Он сам решает. А если он видит, что он становится серьезным в духовной жизни, именно у него серьезной наклонности, тогда вы говорите, что серьезно, нужно принять духовного учителя, тогда ты должен готовиться к тому, чтобы дать обеты, постепенно научиться 16 кругам, то есть, ты должен сам решать, готовиться к этому. Не навязывайте, предлагайте, вдохновляйте, объясняйте, почему это хорошо, что это такое. Читайте вместе книги духовные, обсуждайте с ребенком, накиртаны водить, прасадан хоронить, видите, сколько много вдохновляющих связующих факторов. Без насилия. Вопрос такой. Харе Кришна, дорогой Читани Чандра, скажите, пожалуйста, что если женщине не хватает внимания? Что если женщине не хватает внимания? Мужа. Мужа. Но обычно всегда женщине не хватает внимания мужа. Это более или менее типичная ситуация для маленьких семей. В прошлом были готры. Еще в Средней Азии мы видим такие семьи большие. Их называют Челя, скажем, в Узбекистане. Не Челя, подождите, Махаля. Махаля это означает целое поселение родственников неподалеку, они общаются, много общения, много внимания. дяди, тети, мамы, папы, дедушки, бабушки, племянники, двоюродные, троюродные, как-то они вот в таком, близко общаются. А сейчас маленькие семьи в одной квартирке два человека, скажем, один ребенок. И недостаток общения, естественно, отсюда исходит. Поэтому, чтобы как бы нейтрализовать этот фактор, нужно приглашать гостей к дому. Лучше раз в неделю. Готовить пир, предлагать пищу, освещать ее, приглашать гостей, кормить этим пиром, петь мои стихи ходить Гришна, читать книги, общаться на духовной теме. Так вы восполнили эти недостатки. Потому что на материальной основе женщины никогда не будут довольны никаким количеством как бы счастья, удовлетворения в семье. Потребности, они растут всегда. Всегда будет удовлетворение. Это удовлетворение приходит из духовного общения. Огонь нельзя удовлетворить, подкладывая дрова, он всегда будет только еще больше разбираться. Такова природа женщины. Всегда недовольны чем-то. Всегда чего-то не хватает, ей кажется. А в чем тогда основная обязанность супруга? Основная обязанность супруга, это будет сознание Кришны. Это самое главное обязанность. Не забывать о высшей цели жизни. Не ограничиваться интересными потребностями семьи. Это для мужчины предписано. Он должен также думать о том, что помогать другим семьям, другим людям. Призошать в дом гостей, работать, поддерживать семью, получать какие-то деньги, также обретая какое-то духовное знание, тоже вкладывать в семью, в эту любовь духовную. Много чего должен человек делать в семье. Все успевать нужно делать. И супруги не должны требовать, как мы видим в этом настроении, требовательности. Муж требует от жены подчинения, жена требует от мужа, чтобы он больше в дом приносил. Это плохая семья очень. Делайте все возможное, что в ваших силах, помогайте друг другу, сотрудничайте. Как друзья научитесь жить. Не просто распределить должности, обязанности, и потом требовать друг от друга, не очень хорошая атмосфера для семьи. Должно быть доверие, любовь культивироваться. Жизнь должна быть полноценной, вообще немного, общения нужно иметь. мужчина и женщина вместе работают на одной работе и происходит дух соперничества. Как это? Муж и жена на одной работе и соперничают. Это интересно, может быть, они знают. Соперничество, соревнования неплохо, но конкуренция тоже хуже. они же подножки не ставят друг к другу, как муж и жена. Общее же дело. Ну, соперничество, да, более или менее, это понятно, поскольку их дружеские отношения между мужем и женой могут, немножко, рацарская раса, кто лучше, кто кого превзойдет. Не думаю, что это большая проблема. А если существует соперничество в служении? Тоже хорошо, но не конкуренция. То есть, есть соперничество в положительном смысле слова, соревнования, скорее. Кто-то что-то хорошо делает, и я не уступаю, я тоже хорошо что-то хочу делать. Это помогает, например, развитию. А конкуренция, она чаще, что мы начинаем вредить друг другу. Ты слишком хорошо все делаешь, слишком большой у тебя успех, и сейчас я тебе поставлю подножку, раз, и это негативный момент. Хри Кришна, как нужно относиться к человеку, с которым у меня завязались отношения до сознания Кришны? Вместе мы не живем, и он пока не принимает этот процесс как что-то серьезное, но мне не мешает. Я чувствую, что какая-то невидимая связь уже есть между нами. Я ощущаю, что моя обязанность поднять его сознание. Еще раз она говорит, но живем мы отдельно. Может быть. Ничего плохого не вижу, но чтобы поднять сознание, кому-то помочь в духовной жизни. если вы соблюдаете все регулирующие принципы, следуете духовной практике, можете поднимать кого угодно. Непринципиально важно, кто это конкретно, родственник ваш, или знакомый, или еще что-то. следуете чистый образ жизни, хорошо практикуете духовную жизнь, можете помогать кому угодно. Вопрос. Я слышала, что Кришна не отличен от своей души, то есть его тело и есть душа. А вот как с нами обстоят дела? Ведь наша душа с кончик волоса. Я так понимаю, что даже в духовном мире она должна быть во что-то обличена, да? А во что? Это зависит от нашей неизменной сварупы? Да, вы уже ответили на этот вопрос. Уже про Кришность рассказали, про Духность рассказали, тут нет вопроса. Тут ответ включается. Сейчас, в данный момент, душа, она не проявлена в духовном теле, как духовное тело. Не существует, нет его. Есть материальное тело, вот оно. Где, ведь, духовное тело, нет его. Есть душа, мы называем это. сжато, как вот это духовное тело, сжимается, 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 вот одна действительная кончика волоса теперь, как нечто. Это источник энергии этого тела, источник сознания. Но сознание и энергия в этом теле, это признак существования души, это не сама душа еще. Это признак, как свет, признак присутствия солнца, но не само еще солнце. Также душа сейчас, она пока невидима, не проявлена, она лишь заполняет сознание, пронизывает тело. И вот так тело существует какое-то время. Пока душа не покинет, у него идет другое тело. А в духовной мере нет разницы между душой и телом, как вот тело у Кришны. Душа и тело одно и то же, то есть существует духовное тело, и духовная энергия. Также постепенно в практике обретаем этот размер в духовное тело. Вы говорите о Кришне материальным языком, у вас формируется духовный язык. духовная речь удовлетворяется, духовный язык. Вы смотрите на божество Кришны и видите внутри сердца, внутренним взором, постепенно у вас развиваются духовные глаза, видеть начинаете душу, понимать ее при помощи формы, духовной формы. Это требуется время, чтобы именно развивалась душа. Вот это вот практика, которая развивает душу. Сейчас цивилизация, она делает, создает все удобства для тела, но создает все удобства для развития души. Души страдают в этом мире. Тело получается много комфорта, практически все, что сейчас хотим, есть у нас, есть деньги, мы можем сейчас все иметь, что необходимо для счастливой жизни. Но душа, продолжая страдать, что условия для духовного развития сейчас отсутствуют. Духовной практики нет, духовного образования, нет духовного знания, нет в упадке. Есть крупицы какие-то, но система знаний должна быть закончена, полная, завершенная, необходимо получить человеку. И тогда вы увидите, что в процессе вашей деятельности, жизнедеятельности будет развиваться духовное тело. Сможете понять, что такое душа на самом деле. Как понять, где твое место, страна, город и стоит ли стремиться к тому, чтобы быть рядом с духовным учителем, при том, что есть все возможности, но помеха только в том, что ты не хочешь быть обузой у него? На самом деле, у нас здесь нет места постоянного в материальном мире. Это вполне понятно. Кажется, что у нас есть какое-то постоянное место. Временное место есть. Но мы опираемся на принцип долга, дхармы. Я нахожусь там, где я должен исполнять свои обязанности, свой долг. Значит, что это определяет? Моя духовная жизнь, мои отношения с преданными в конкретном месте, мои отношения с семьей, с родственниками, с работой в стране, где я нахожусь. Это также может определить место, где мне нужно жить, продолжать свое существование. Если видите, что вас уже ничто не связывает ни с родственниками, ни с работой, ни с деньгами, ни с какими-то другими материальными обязанностями, вы свободны. Вы можете куда угодно перемещаться для духовной жизни, для преданного служения. Но обычно место положения определяется долгом. Где я должен быть? Вопрос такой. В школах до сих пор преподают детям теорию Дарвина и так далее, то, что не является истиной. То есть, как это объяснить ребенку? То есть, тоже самое время, если будешь противоритить учителю, то есть, скажут, что значит, что у нашей школе неправильно дают знания, то есть, как это правильно преподать ребенку? Что касается школ или вот этих теорий Дарвина, то большинство учителей сейчас не верят сами в эту теорию. Мы общались на кафедре биологии с преподавательским составом на одном университете на Урале. Я спросил их об этом. Верят ли они в теорию Дарвина? Они сказали нет. Практически виседствовали, что мы не верим в эту теорию Дарвина. А почему же преподаете и спросили? Другой теории нет. Потому что мы даем то, что есть, другой нет теории. Поэтому студенты об этом тоже знают, что другой теории нет. Я имею право не сомневаться в этой теории. Это естественно. В мире науки нормальные. Могут сомневаться в чем угодно. Принцип нигилизма и эмпирики так живут. Это их полное право. Если ребенок сомневается в теории Дарвина, это не будет противоречить науке современной. Харе Кришна, как изучать философию или читать книги? Плохо ли, когда останавливаешься на одном стихе и читаешь его очень много раз каждый день, так как осознаешь, что понимаешь его только умом, но не разумом и душой? Так не получится. Усилием воли, проникнуть смысл писанию трудно, практически невозможно. Необходимо просто читать книги. Понимаете или не понимаете, просто читайте, 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 читайте. До конца прочитали, начинайте заново и читайте снова. И так раз за три прочитываете и начинайте понимать. Еще больше, еще больше, открывается все. Потому что нужно также понять полное целое, полную картину, чтобы понять каждый стих в отдельности, также понимать картину целого. Поэтому просто читайте и постепенно картина целого будет останавливаться и значение стихов также будет по спинам проясняться это просто просто читать и так что берем вот так и выжимаем какой-то смысл одного стиха до капли там уже никакой капли нет уже возможности никаких мы продолжаем крутить и дальше выжимать несколько искусственное напряжение нужно создавать изучение философии что нужно сделать для того чтобы духовный учитель которую ты выбрал обратил на себя внимание и принял ученики нужно просто подойти поговорить познакомиться представиться по человечески все понятно не сложные вопросы говори кришна скажите пожалуйста что значит что душа развивается бхагавадгите говорится что душа неизменная и вечная и развивается ли она в духовном мире душа освобождается точнее говоря это настольная лампа она светит под абажуром не так ярко если снять абажур то все будет яркий непосредственно если закрыть еще чем-то вообще света не увидим это она светит там внутри где-то но это может быть не проявлено и поэтому освобождается от покрытий очищается от покрытий то что что развитие тем не очень подходит а именно очищение освобождение душа она уже само по себе совершенно как душа она божественная на частичка бога и не нужно совершенствоваться но отношение с богом безграничное поэтому если есть развитие какое-то но мы не называем это прогрессом души духовном мире как только прогресса нет что там абсолютная совершенная платформа там нет необходимости прогрессе какой и деградации тоже не существует есть стабильная абсолютная платформа такие понятия больше подходят вот пришел вопрос от девушки которая говорила о том что ее молодой человек не принимает пока серьезность сознания кришна она просит дальше ответить нужно ли выходить замуж за такого человека и пишет что увидит меня своей женой нужно сначала разобраться какова цель его жизни для чего он хочет жену для какой цели в жизни ведь жена эта помощница это спутник жизни очень важно что он имеет ввиду когда хочешь просто время пришло им хочется быть женатым как и всем либо на самом деле у него есть цель сотрудничать достичь чего-то вместе если у кого-то из них есть одна цель у другого другая цель или никакой цели то как же брак может быть крепким я не рекомендую выходить замуж пока люди не прояснят или жениться по них не прояснят такие вопросы для чего они вместе должны работать просто накапливать деньги или строить дом что не хотят либо не хотят постичь абсолютно есть но вместе к богу вернуться такие свозвышенные цели это то будет зависеть семейная жизнь целиком если нет общей цели это не семья очень быстро станут разными убедятся в том что они разные они просто разойдутся очень трудно жить вместе поэтому не спешите с браком давление чувств бывает невыносимым хочется замуж хочется жениться кажется что это любовь а потом что происходит с людьми посмотреть они страдают а мы же не хотим чтобы страдать потом потерпите давление чувств но пока не вы не проясните окончательно ситуацию не делайте решающего шага вся жизнь впереди вопрос поступил что значит быть смиренными простым и как это культивировать на практике значит быть смиренным простым как культивировать на практике смирение я помню вспомнил сейчас как это описывал бхактюна атакур в двух словах смирение означает что мы ни от кого ничего не ждем исполняем свои обязанности но ни от кого ничего не ждем никто нам ничего не должен в смиренной состоянии ума терпение да терпение терпение нужно осознать одну интересную вещь это очень важно что все что мы хотим с вами в жизни получить но много чего хотим получить жизни придет в свое время это очень важно получить именно вовремя например мы сами хотим сейчас получать фрукты круглый год или овощи круглый год но они особой ценности не имеют такие круглогодичные овощи и фрукты искусственно выращены в газовых камерах где-то не там перевозятся или выращиваются других регионах совсем зеленом виде еще и так далее и мы получаем не что-то не что-то ценно на самом деле но когда вы получаете в том регионе где вы живете в свое время фрукты и овощи не обладает огромной ценностью это пищи и вот подобно этому в жизни все предопределено наше и все что должно прийти придет в свое время в лучшем и лучшем образом если вы торопите события то на самом деле вы не получаете качественно те вещи которые хотите теряете качество существования вот позвонил один значит молодой человек и задал такой вопрос и наверно для преданных очень важно рассказал о том что преданный практика практиковал очень хорошо и потом он падает он падает очень сильно падает и через какое-то время он отряхивается и решает дальше двигаться и он просил прокомментировать этот вопрос при этом никогда не падает мой предан никогда не погибнет кришна говорит бхага вот эти внешние падения они еще ни о чем не говорят недостатки которые человек может иметь или совершать процессе практики ошибки какие-то серьезные или кажущиеся видимые внешние падения но в сердце преданный никогда не падает остается с господом всегда поэтому он очень быстро восстанавливается становится праведнее как говорится постепенно все эти его дурные поступки будут нас реже и реже меньше меньше и затем совершенно бесследно исчезнут эти желания поэтому если человек пал так мы скажем внешне потом вернулся означает что он никогда не падал он был преданным он думал о кришне в сердце теперь он должен снова восстановиться продолжать дальше свой путь дорогие преданные мы ждем ваши смс вопросы на телефон и также по скайпу здесь вопрос есть примите мои поклоны махараш знаете ли вы книгу хариде удастся по бхагавадгите если читали что вы думаете про нее какие впечатления стоит ли ее изучать для более глубокого понимания бхагавадгиты нет не читал ничего не могу сказать об этой бхагавадгите как-то выходила таким большим толстым изданием что-то больше не пересдавалось лучше мы и не видели еще такой вопрос дорогой махараш скажите пожалуйста как можно развить и узнать талант в ребенке то есть чтобы можно было в дальнейшем то есть узнать его качество как он может продвигаться способность ребенка способность чтобы дальше воспитывать да воспитывать и развивать качествами когда исполняется ребенку около года я не помню точно и специальный обряд можно узнать об этом более подробно перед ребенком раскладывать различные предметы еще маленький совсем не разговаривает он только ползает вот точно потому что он ползает и разные предметы там есть инструменты там гвозди молотки скажем плоскогубцы ножовки в одном углу потом рядом деньги монеты бумаги купюры какие-то разные потом это могут быть книги и оружие саблю там пистолеты вот этот ребенок он и упускает он ползет вот что он возьмет обычно определяет его в армию чем он потянется книгу наверно будет вот больше браво как ученые если к оружию то вошли к шатре воин администратор управляющий деньгам ваще если молоток возьмет тут будет рабочим можно так проверять если мы уже упустили это время он уже у нас большой мы до сих пор не знаем то нужно уделять внимание общению с ребенком выслушивая его большую часть не говоря наставления выслушивая его постепенно сам расскажет о всех своих интересах если мы не понимаем природу ребенка то что недостаточно правильно общаемся с ним то есть мы привыкли просто давать распоряжение указали ребенку что он должен делать так а теперь нужно время послушать его что он думает о том как он понимает это чтобы он хотел бы и так далее в таком духе мы общаемся постепенно мы узнаем кто перед ним и еще вопрос есть если если дети в семье едят мясо нужно ли матери что-то делать еще кроме как кормить их просадом детям 20 16 лет дети в семье едят мясо что делать матерью кормить просадом но уже это большие дети у них уже выработанные привычки убеждения какие-то может быть они не хотят быть вегетарианцами я не знаю но мать хочет благословим детям поэтому должна кормить их просадом также молиться за них кормить просад дорогой чита не чадра скажите пожалуйста очень многих преданных интересует когда же все-таки начнется золотой век и многие преданных спрашивают что же будет двенадцатом году не поменяется ли ось и не начнется ли золотой век не случится ли множественные катастрофы хочется конечно чтобы уже злой золотых наступил сегодня завтра начал потому что мы уже увидели на улице уходим золотой век уже коровы ходят молоком поливают асфальт по утрам как это люди могут представлять что фруктовые деревья в парках вырастают гигантские такие цветут круглый год я думаю что что-то подобное будет происходить в природе судя по всему однако прежде чем наступит золотой век должно пройти сильное очищение в обществе очень много плохой кармы очень много грехов и накопили колоссальное количество если бы сейчас все человечество покаялась в своих грехах попросил бы прощение друг у друга перед богом заинтересовались бы богом то перемены начались бы уже через несколько месяцев в мире за полгода мы уже не узнали это общество как общество и сознание кришна полгода человек мантру повторяет все он уже другой значит это возможно с каждым человеком остановились бы эти заводы вредоносные гонка вооружений эти химические удобрения бы мы забыли все плохие слова скандалы вражда оставить все это просто заняться духовной практикой медитировать воспевать вместе говорить о лучшей цели жизни абсолютно истины развивать любовь в сердце как много чем можно заняться перемены наступили бы сразу же практически на глазах прямо это произошло не нужно было времени но это для тех кто практикует те кто не практикует прогрессируют очень очень медленно только только сейчас психологи всегда догадались что от ума настроения зависит будущее человека и то еще не знают как пользоваться точно этой наукой только-только хотя для предок это пройденный этап уже через какие-то несколько месяцев он уже понимает как управлять умом как заниматься медитацией как строить свою жизнь уже делает это на практике без всяких теорий поэтому конечно же потребуется время очищения сначала выйдет вся эта плохая карма поскольку люди многие не раскаиваются в своих поступках к Богу не обращаются искренне да и знать Бога собственно говоря не хотят толком хотят просто побольше денег то конечно какие-то процессы очистить нужно произойти особенно в 2019 году какая-то планета приблизится говорят сюда к нам к земле и тоже она сильно повлияет также преданность спрашивает видите ли вы какие-то признаки прихода золотого века да конечно вижу как мы говорим это видно но такими фрагментами сейчас не во всем обществе целиком а фрагментами где-то в каких-то местах мы видим есть появляются такие люди как представители золотого века жители золотого века они же строят золотой век он же не спустится просто так с неба откуда так это сделают люди и есть люди которые живут уже по законам золотого века сейчас в жизни в нашей современной жизни они будут его постепенно распространять и расширять и строить что это есть вот пришел вопрос как углублять отношения с преданными как быть если я не умею вовлекаться в общее служение довольно пассивно и не самостоятельно служение пассивно и не самостоятельно служение как быть если я не умею вовлекаться в общее служение довольно пассивно и не самостоятельно пассивно и не самостоятельно не может вовлекаться в общее служение это наверное девушка какая-то пишет еще вопрос есть еще не ответил как быть нужно принять ответственность нужно подойти попросить приятно чтобы что-то поручили сделать это принять ответственность называется когда ответственность принято человек начинает быть более активным прям подойти попросить какое-то служение и сделать его вовремя придется потому что это ответственность почему наш энтузиазм исчезает если даже мы получаем много общения от го и его учеников как удержать этот энтузиазм тузиазм откровение веры если энтузиазм исчезает уменьшается значит вера колеблется это значит что вера не такая твердая на нее еще влияют внешние обстоятельства вера на которую не влияют никакие обстоятельства называется твердая вот мы что-то слышим что-то видим в этом мире вера может у нас сколебаться от того что увидим и слышим если же мы общаемся с духовным учителем означает что мы должны следовать наставлениям гуру а если мы не можем следовать наставлениям гуру вера тоже пошатнется потому что мы не получаем результата такого общения гуру говорит я это не делаю результат не приходит вера моя шатается могу ли это делать можете общение способен ни на что то есть необходимо развивать также веру в духовного учителя слова его применяя на практике получая результат в этом должны помогать друг другу иначе мы станем циниками скажем это только для единиц преданное служение это только гуру может делать обычно человек не способен на такое поэтому даже не пытайтесь вы обычные люди у вас нет этого в судьбе в гороскопе это циничное отношение в духовной жизни нужно применять то что мы можем своей жизни получая результат наша вера будет укрепляться мы можем делать что-то большее еще вера будет дальше развиваться еще больше постепенно постепенно мы обретаем твердую веру дорогой махарадж если у вас еще желание приехать на украину в частности город краснодон краснодонем и не были я не знаю где точно находится но следующий план посещение украины у нас будет западная украина мы начнем западной украины и львов теме здоровно если краснодон там мы будем обязательно и тут же пишут дорогой гуру махарадж примите мои поклоны мы вас ждем во владивостоке скажите когда вы сможете приехать во владивосток возможно в следующем году сейчас я дает это только до до иркутска на фестиваль дальше не смогу поехать вернусь снова на запад чтобы попасть на фестиваль на черном море махарадж не знаете ли вы как называется книга шива рама с вами где он обосновает и объясняет почему шрила профупада именно таким образом переводил шастра санскрита на английский и почему он так переводил нет не знаю эту книгу дорогие зрители и телезрители живого эфира мы ждем ваших вопросов преданный донецка спрашивает когда вы к ним еще приедете не передает вам поклоны возможно следующим дорогой читаем скажите пожалуйста вы сейчас можете видеть своего духовного учителя и все же сейчас ваше отношение это вапу или вани скорее вапу это непосредственно физическое общение мы видим себя не так часто духовным учителем я видел его в инди на гору пурними и с тех пор я его не вижу возможно он приедет на фестиваль российский возможно сейчас борин это неизвестно возможно увидимся еще там что это два раза в год может быть я его вижу в лучшем случае раз в год это вапу вани это наставление я помню наставление духовного учителя это постоянно происходит неперерывно дорогой бурма хараш скажите пожалуйста откуда берется депрессия депрессия это гуна невежество тамас производная из страсти это исходит тамас он производной страсти в страсти из какие-то материальные планы материальные желания стремление активность какая-то и вот если я не достигаю желаемого возникает сначала гнев раздражение а потом депрессия так работают гуны материальные переживали вот поэтому мы видим люди активные бывают радостные что-то делают а потом не хотят ничего делать друг на другой не видит он уже в другом настроении снова постепенно он приводит себя у него новые планы появляются какие-то снова активизируется снова какая-то неудача снова он расстроен так причина депрессии это разочарование в человеке в работе в деньгах славе кризис какой-то наступает депрессия безвыгодная ситуация потеря сил энергии желания веры в себя веры в кого-то это депрессия 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 значит отсутствие веры если человек верит в бога верит в кришну твердо депрессии не бывает может расстроиться конечно в жизни всякое бывает но не погружается в депрессию разрушительное состояние беспомощное становится самостоятельным твердым в своих решениях на этом пути может преодолевать трудности человек становится сильным и так вера очень важно потому что наша жизнь держится на вере в депрессии вы не сможете ничего сделать ценным жизни даже если у вас пища и одежда и дом квартира машина все что хотите семья хорошая если вы в депрессии вы счастливы не будете вера вера держит человека основа для нашей счастья это вера и другой момент привязанность депрессия то есть вкус вырабатывается находиться в депрессии жалеть себя думать о себе о своих неудачах о своей судьбе о своем несчастье но те самые несчастные самые несчастные в мире это тоже есть определенный вкус привязанность депрессия то от этой болезни лечить уже сложнее это как человек его легко разбудить если он спит но если он притворяется спящим разбудить его практически невозможно привязан к этому состоянию поэтому говорят поговорка есть такая бог помогает тому кто сам себе помогает все хотите выбраться депрессии то конечно это возможно такую помощь также есть алкоголики есть наркоманы они привязаны к этой деятельности но если человек хочет освободиться от этой зависимости он может при помощи духовной практики таких примеров множество и так если хочется помочь сам то бог даст эту эту возможность даст эту силу помощь необходим депрессия или скорбь еще называется бхагавадгити это нужно отринуть отвергнуть скорбь нужно отвергнуть нельзя жить в скорби вот здесь вот преданные спрашивать значит известен ли график проведением мероприятий ваших мероприятий на сентябрь октябрь это спрашивает преданные из владивостока и также они просят передать что они очень ждут вас и владивостока и хабаровска и они хотят лишь они очень вас ждут и хотят что вы приехали в мае как это для продолжения семинара ступени к совершенству так как это было в прошлом году и ждут вас в мае следующего года но и и как вы только сможете они очень как только вы сможете пожалуйста сообщите хорошо мы сообщим если мы сможем по этому сообщим можно скажите пожалуйста как можно уберечься от желания покритиковать как можно избежать такой аппаратхи если мой ум порой видит что-то и начинает критиковать это склонность ума обычная склонность ума критиковать все или оценивать как мы говорим как люди говорят оценивать всему давать какую-то свою оценку поэтому об этом люди все рассуждают что они видели как они это понимают что они об этом думают что они кого слышали и так далее вот они свои оценки перед своими оценками это критика называется обсуждение все от этой склонности трудно освободиться если человек находится на уровне ума и чувств его сознания невозможно но если он начинает духовную практику он уже переключается на позитивные вещи то есть говорить о боге то есть трансцендентном а духовном перейти совершенствует человека его прогрессия ведь во всем это можно найти позитивную сторону жизни и начинающий преданный духовный человек он еще критикует окружающих особенно критикуют другие религии в которых он не находится сам считает свою религию самой лучшей остальные нет конечно же лучше бы остальных религий вообще не существовало что все стали вот кришнаитмами все стали христианами или все стали мусульманами так они считают уровень начинающих предан на более высоком уровне он обретает твердую веру и склонность критиковать уходит потому что он видит что все пути необходимы людям духовные разные это хорошо люди разные и многим нужно христианство пройти многим нужно мусульманство пройти многим нужно вести знание риска культуре тоже по готовности с этой стороны сознания человека что он выберет что близко его сердцу он обычно не критикуют никаких верующих людей живет в мире и избегает агрессоров агрессивных атеистов демоничных людей агрессивно а на самом высшем уровне духовного сознания вообще не критикует никого он прославляет он думает что каждое живое существо слуга бога кроме него самого себя считает он непредан поэтому он критикует только себя самому так начинающий критикует всех себя прославляет предан на середине может в мире критика его конструктивно позволяет ему жить в мире уже на высшем уровне критики вообще никакой нет он видит все в совершенном совершенств виде всех совершенную вас преданная все-таки спрашивает какой же план по ваших мероприятий на сентябрь октябрь сентябрь октябрь план у меня сейчас план будет выезд прибалтику буквально через один день прибалтика там будет фестиваль я много останусь там для проповеди затем на джанмашками я буду в москве из москвы пойду через урал в иркутск на фестиваль сибирский фестиваль в ангарске он будет проходить это уже будет у нас конец августа конец августа и оттуда я еду снова через урал на фестиваль если успею на украину если нет то еду на черноморский фестиваль оттуда после фестиваля должен вернуться через волгу снова на урал и в казахстан там будет тур по казахстану октябрь месяц затем он закончится я побуду немного в алматы съезжу в таджикистан затем вернусь в таджикистан и снова в алматы затем уже буду готовиться ехать на гору пурниму южную гору пурниму после гору пурниму вернусь снова в казахстан после казахстана еду в америку после америки в россию если буду жив примите мои смиренные поклоны маты же света иногда преданы особенно маты же склонно объяснять любые случайности или самые простые вещи в мистическом духе и давать советы как вежливо отвечать на такую заботу не допуская оскорблений речь идет не о наставниках а о равных а тип совета вам нужно переучиться и прекратить писать левой рукой и подобные советы иногда в этом есть смысл иногда для кого-то это может быть смысл такие мистические советы кто-то дает может быть он обладает какими-то ситхами видением способностями иногда это имеет смысл ну а если вы думаете что это вам не нужно можете не обращать на это внимание вообще можете просто сказать спасибо и делать по-своему не обязательно следует следует должны духовному учителю шастрам а в этом случае бы индивидуально что принимать что отвергать вы сами решаете не задавайте напряжение можете слушать советы но поступайте как считаете нужно наталья из курска спрашивает примите мои поклоны говорится что параматма находится в каждом атоме получается что в каждом атоме есть душа и сверх душа таким образом мы наше тело состоим из множества атомов которых уже есть свои душа и сверх душа помимо моей души и сверх души я слышал что в каждом атоме есть сверх душа но я не слышал что в каждом атоме есть душа такого я нигде не читал и не слышал об этом что именно в атоме душа индивидуально я слышал такую версию из авторитетного источника что атом это и есть душа это состояние материального атома это чья-то душа в этом состоянии материальном вот все что слышал то есть там есть сверхдуша потом мы услышали другую вещь что нам больше этого не открыто писание мы не знаем что там в атоме знаем только что там есть сверхдуша иногда говорят просто в атоме есть душа имеется ввиду тут сверхдуша но не индивидуально скажите пожалуйста что имеется ввиду когда говорят что кришна душа всех душ это что значит также как душа пребывает теле душа кришна пребывает душе каждого и что это духовном мире например электростанция пропад приводил такой пример электростанция дает энергию всему городу и во всем городе в каждом доме в каждой квартире каждой комнате есть освещение какой-то лампочки видеть кругу мы говорим что это часть энергии электростанции также душа кришна душа всех душ он дает поддерживает каждую каждую как огонь также и вокруг него искры которые вот наполнен также сиянием близко от огня что часть огня огонь есть эти искры также и в эманации также душа эта эманация высшей души кришны это его душа на это его энергию уже локализована индивидуально с кем он большая душа безгранична то есть еще много много таких маленьких 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 искры духовных это эманация его же самой энергии вамши випхинамши випхинамши существует часть частей называется мы также часть части 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 кришны в этом смысл маджи карина из китае спрашивает уважаемый читание чандра примите мои низкие поклоны скажите пожалуйста не знаете ли вы что либо деятельности искон в китае проводится ли планируется какая-либо проповедническая или на деятельность если да то как можно здесь найти преданных спасибо вам заранее я слышу что в китае перед на несколько скрываются еще там нельзя распространять религию никакую но под видом йоги они проповедуют они поют киртан как медитацию или просто как музыку представляется если читают бхагавадгиду философский кружок вот таким путем никто не препятствует но как и религию в китае сейчас невозможно распространить религию законы запрещают насколько я знаю и в китае есть много преданных и сотни преданных сейчас к сожалению не знаю ни одного места ни одного названия чтобы посветить им какой-то город китай очень большой есть гонконг это как бы часть китая но это уже другая культура то считают другим государством даже другим устройством гонконге есть храмы там есть официально существует харе кришна позволяется а салон китая официально не существует карте изгон дорогой читай не чады пишет вам татьяна из ялты харе кришна поймите мои смиренные покровы в прошлом году на фестивале я получила от вас наставление считать 16 кругов джапы чтобы принять у вас инициацию после фестиваля я очень вдохновилась стала читать 16 кругов но прошло полгода и энтузиазм пропал позже я узнала что вращало четки не в ту сторону могло ли это стать препятствием или что-то другое на все остальное энтузиазм увеличивается а вот с жапой именно на четках проблемах пожалуйста благословите меня на стабильность тени 16 кругов так как я готовлюсь к получению от вас пранама мантры простите если что не так спасибо я думаю все получится я не пробовал повторять в обратную сторону двигать четко меня нет опыта такого теперь нам наладьте в правильном направлении теперь повторять еще полгода и все будет хорошо то есть полгода уже повторяли неправильно правильно повторять мы сравним с вами посмотрим махараш пожалуйста скажите что делать если с раннего детства преследует разочарование в мире потом нашла подтверждению этой тенденции в своем гороскопе узнала что это называется двеша на санскрите с одной стороны это помогает не привязываться к материальному но духовного то вкуса пока нет поэтому часто ловишь себя на том что хочется просто раствориться и начинаешь это уже делать как быть пока нет вкуса просто терпеть и бороться боритесь с низшими годами природы с депрессиями с потерей энтузиазма с разочарованиями если у вас есть высшая цель цели жизни то нет причины скорбеть расстраиваться терять энтузиазм наоборот вы должны увеличить свой энтузиазм если есть цель жизни верьте в нее поддержите эту веру чтением книг как говорится бхагаватам если вы не читаете бхагаватам не читайте бхагаватгиту регулярно ваш ум не будет занят должным образом и станете источником беспокойства и депрессии разочарований то есть бхагаватгита была рассказана Арджуни он был крайне разочарован в той ситуации и выслушал бхагаватгиту он освободился от всех низших год природы достиг совершенства так если вы не читаете бхагаватгиту не читаете шримадбхагаватам то дороги по которым не ходят они зарастут то есть вы потеряете эту возможность продвижения вас одолеют сомнения вот эти нишеводные природы свои собственные планы неуполненные желания сожаления новые желания так говорится скорбь и желание скорбь и желание скорбь и желание вот череда таких неприятных вещей ум средоточен на бхагаватгите недостаток умственной деятельности приводит к разочарованию укрепите ум философии хорошей если же вы ленитесь читать бхагаватгиту или она непонятна тогда везите к предам обсуждайте эту книгу вместе активно изучайте ее делайте что-нибудь если знания вам трудно получать тогда работайте для Кришны что-то жертвуйте на какие-то хорошие вещи дела на храм скажем на проповедь помогайте другим энтузиазм вернется но что-то полезное нужно делать пока мы ничего хорошего в жизни не делаем ничего хорошего не произойдет с нами Харе Кришна дорогие преданные если ученик не успевает получить инициацию махараджа но читает ему пранаму как быть в таком случае нам нравится о том что сейчас многие махараджа как бы не принимают учеников может быть из-за этого читает пранаму мантру и мечтает получить инициацию да но он не получает эту инициацию то есть я не понимаю в чем вопрос то не успевает получить инициацию учитель уходит а может быть в этом не успевает получить инициацию да не успевает он должен обратиться снова к Силипраупаде и он ему укажет другого духовного учителя поступил вопрос у меня сестра преданная я часто ревную ее к преданным они больше с ней общаются а меня видят ребенком что делать я завидую имна спасибо за ответ о замужестве это не проблема что он следит ребенком это даже не плохо что к ребенку всегда хорошо относятся если это ребенок всегда ему все прощают его балуют а что ему плохо быть ребенком я даже ему завидую поэтому не думай что это плохая какая-то позиция постепенно вы же развиваетесь в духовной жизни перестаньте быть ребенком в каком-то смысле так же будет помогать другим общаться полноценно я не вижу вас проблем в этом вопросе нет причин для расстройства из Украины спрашивают что делать если ты ненавидишь человека что делать когда ненавидишь человека везде по-разному поступают в Японии берут чучело этого человека носят домой бьют его ногами это один скажем метод в Америке может быть его стреляют есть такие методы физические что делают преданные преданные не испытывают ненависти никому нет такого то что вы испытываете это от материальной природы еще исходит от привычки прошлого ненависти означает что вы не можете что-то простить человеку хранить эту память с злобным существом вы живете с этой злобой с этой завистью с этой ненавистью с этой памятью прошлых поступков его ошибок вы наблюдаете за ним вы видите как эти ошибки эти недостатки в нем до сих пор присутствуют и добавляете эти несовершенства к тому прошлому они увеличиваются и увеличиваются и становятся совершенно ужасной личностью ваши глаза из мухи раздуваете большого слона недостатка разрушительный ум человека ненавистничество называется тоже это область тамагуны опасная область тамагуны человека ненавистничество ненавистничество это полное разрушение сознания Бхагавадгита учит видеть души Аджуна говорит тут враги, тут друзья зачем все это зачем же мы сражаемся зачем же мы разделились на друзей и врагов мы же все из одного рода тут мои родственники дяди там и прочее а Кришна говорит что ему они все души Аджуна они вечно существовали до этого сейчас и будут существовать вечно посмотри на это не смотри на это как на друзей и врагов смотри через призму исполнения долга так мы не делим людей на плохих, на хороших, на друзей на врагов, на мусульман, на христиан мы учимся видеть душу если вы преданы должны учиться видеть душу я хочу изменить взгляд на мир но мой ум все так и ходит и ходит по проторенным дорожкам что же мне делать? то же самое нужно читать Бхагавадгиту внимательно нужно повторять мантру внимательно нужно общаться с преднами чтобы добиваться большего духовного понимания посещать фестивали и нужно время для этого не спрашивайте что нужно делать вы знаете что нужно делать нужно практиковать дальше просто лекарство принимается дальше вы больны? практикуете? принимаете лекарство дальше вам немножко лучше? хорошо снова вернутся болезнь? продолжаете даже когда очень хорошо продолжаете все равно может болезнь еще может вернуться итак запаситесь терпением все вопросы сегодня касаются этой темы не хватает терпения забивая стол какие-то несовершенства какие-то недостатки свои и чужие не хватает терпения иногда если я спрашиваю когда это кончится почему так? я практикую я повторю мантру нужно время здесь вот преданные из Владивостока пишут что в Китае проповедует Нарасимха Махарадж и он сейчас в Владивостоке он проводит программы в интернете и в прямом эфире и вы его лично знаете вроде как говорят что может быть вы расскажете немного об этом преданном? не так много знаю его я помню тот год в Майяпуре я был это уже много лет назад было в 90-х годах он принимал саньясу в тот год он еще кто-то по-моему два преданных приняли саньясу очень как правопад Нарасимха Махарадж он стал Махараджем в тот год в 90-х годах это было получил данду позже я узнал что он проповедует в Китае саньясу потом я был в Владивостоке несколько лет назад и он переезжал там и познакомились уже поговорили с ним я его спрашивал о Китае немного мы ехали в машине спрашивал сколько там преданных он сказал 800 инициированных он говорит из основы одни бабушки я его спрашиваю почему он думает выйдя из машины уже сказал из одного что им трудно соблюдать революционные принципы поэтому одни бабушки очень любит киртаны напомню на фестивале он танцевал несколько часов может быть три часа менялись ведущие киртанов а он просто прыгал, 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 прыгал часа три вот весь киртан он прыгает полностью с начала до конца с таким энтузиазмом нравится ему киртан мягкая проповедь такая любящая у него очень мягкий человек с таким большим сердцем ну сразу полюбили преданных в Владивостоке сразу стали приглашать там уже у него ученики есть замечательный преданных скажите пожалуйста могу ли я не имея посвящение и возможно не так уверенно стоя на пути к предному служению оставаясь пока кандидатом вайшнавы нести людям вокруг послание читания маха прабу или же мне следует больше времени уделять своему совершенству спасибо заранее с уважением александр чем чем больше вы хотите помочь людям тем больше вы должны позаботиться о собственном очищении пропадает если два человека тонут вместе они не смогут помочь друг другу сильно скорее всего полтонут но если один выходит на сушу он может помочь тысячам людей потому о себе так же нужно позаботиться если ваша миссия помогать распространять учения в господочитании то постарайтесь быть серьезной духовной практики так и поможете многим многим людям не потеряйте энтузиазм Харе Кришна дорогой Гуру Махарадша примите наши поклоны при каких обстоятельствах вы можете перестать принимать учеников из-за количества учеников по внутренней причине сколько у меня еще есть времени чтобы получить вашу милость это Юлия Борисова спрашивает пока я не думаю об этом чтобы только начать принимать учеников поэтому я не думаю как прекратить это делать Гуру Махарадша сказал принимай как можно больше учеников я не знаю как быть он сказал так поэтому я сейчас не думаю об ограничении наоборот думаю о том что принимать больше как Гуру сказал учеников ну а на сколько мне хватит посмотрим Кришна решает это сколько скажет столько и будет Андрей спрашивает, «Бхагалат Гите, Кришна говорит, что человек должен быть полностью удовлетворен тем, что происходит само по себе». Как Вы прокомментируете такие слова? Да, да, само по себе все приходит человеку. Жизнь наша полностью предопределена. Вот эти все лишние усилия, они только мешают тому, что происходит в жизни. Мы помехи создаем друг другу, как сейчас. Столько усилий люди делают, а жить труднее и труднее из-за кризиса и еще каких-то вещей, которые нельзя предугадать в жизни. То есть это наши усилия несовершенные. Если бы мы жили регулируемой жизнью в благости и не мешали бы природе, не мешали бы другим людям, все приходило бы само по себе. Земля дает урожай само по себе, если Вы поставите урожай, оно же само по себе даст вам урожай. Вы должны знать, где Ваши полномочия должны быть закончены, где Ваши обязанности начинаются заканчиваться, чтобы не мешать другим. Таким образом все придет само по себе. Само по себе приходит детство, юность, само по себе приходит смотреть. Учимся и само по себе приходит результат этого обучения. То есть просто выполняйте долг, все остальное придет само по себе, по закону прижог. Бросили семечко в землю, подсолнечника, сам по себе он вырастет. Так, даст много семечек, что-то сложного понять. Это предопределено все. Каждый поступок дает исходы, дает какое-то семечко. Если Вы работаете на работе, на предприятии, пропадает пример, и Вы записаны в штатное расписание, Вы оформлены на работу. Значит каждый месяц будет выделена зарплата, верно? Предопределено уже. Согласно Вашей деятельности есть предопределение. Значит можете не думать о деньгах, можете думать только о том, как выходить на работу регулярно, выполнять свои обязанности и каждый месяц получать зарплату. Это уже предопределено. Само по себе. Об этом речь идет. Если приходит не так много, как Вы хотите, это означает, что у Вас недостаточно развит духовный уровень, духовное сознание. Что деятельность соответствует духовному сознанию человека. Например, так же, как если человек необразован, а хочет занять какое-то высокое положение в обществе. Это несоответствие его сознанию, его образованию и социального положения. Так же и в жизни. Если мы получаем недостаточно, нам кажется, нужно повысить свое сознание, развить свой разум больше. Духовное развитие необходимо. Чтобы больше счастья иметь, нужно иметь больше, уровень сознания выше. Например, рабочие работают у станка целый день. Там нет уж такого комфорта, там шум постоянный, вибрации у этого станка. А директор этой фабрики, он находится в кабинете. Там комфортно, прекрасные кресла, столы, кондиционер, холодильник, напитки. Пожалуйста, почему такое неравноправие? Это различные уровни разума, различные уровни обязанностей. Если мы хотим большего комфорта в жизни достичь, большего счастья материального, то нужно и более высокого порядка обязанностей выполнять. То есть, понимаете, да? То есть, само по себе приходит тогда, когда вы развиваете свое сознание. И понимание долга, энтузиазма и знаний. В соответствии с вашей деятельностью, с вашим уровнем сознания, все остальное придет само по себе. Если вы не согласны с тем, что к вам приходит, нужно духовное развитие. Тогда тоже придет само по себе в свое время. А если я хочу раньше времени получить плод, не хочу ждать, когда придет зарплата, иду и ворую в уголтерию. Не жду зарплаты. Что со мной будет? Мне накажут. В одном случае мне накажут, хотя берут ту же самую сумму, но не в свое время, по собственной воле накажут, наказали. А в другом случае нет. Могут еще и премию дать. Если я поддержу порядок, дисциплину, полагаюсь на систему, на производство. Также нужно полагаться в этой жизни на Бога, на Его разум, на то, что Он справедливый, милосердный, как о нем говорят. Все эти вещи для того, чтобы человек полагался и имел веру. Как можно служить духовному учителю, когда он находится на расстоянии? Служить гуру необходимо выполнять миссию. Не только физически, когда он приезжает, что-то готовит для него или стирает что-то. Главным образом это миссия, настоящее служение это миссия. Участвовать в проповеди, в распространении святого имени. Прасад, распространение прасад, книги Шил Прабхупады. Открывать центры проповеднические. Заниматься образованием, много чего есть. Воспитывать детей в сознании Кришны. Это служение Гуру. Преданный дискутирует по полдатам и спрашивает, для чего вообще душа в атоме должна находиться? Не знаю, что там за страна душа такая. Не все открыто нам. То, что открыто человеку, мы можем обсуждать эти темы. Есть темы запредельные. Кришна знает гораздо больше, чем мы можем себе представить. Что там делает душа? Ничего. Она, похоже, находится в неправильном состоянии, как атом материальном. Потому что все энергии изначально духовные. Они исходят из Кришны. Материальная энергия тоже это скрытый дух. Прабхупада объяснял в одном месте. Скрытый дух. Изначально она тоже духовная. Но становится материальное при определенных обстоятельствах. Невежество это называется. В духовном мире, представляете, невежества нет. Там все духовное, все живое, все совершенно. А здесь вот эта материальная природа, она когда-то была духовной тоже энергии. Трансформация. Так что ничего атом не делает, вряд ли он понимает что-то там. Вряд ли он что-то осознает, чем-то занят. Вряд ли там есть какое-то сознание разводит. Это мои уже домысли. Матаджи Света спрашивает, как достичь успеха и что для Матаджи является успехом жизни. А что для Махараджи является успехом? Для Матаджи и для Махараджи? Ну да, наверное, спрашивает два вопроса. Если опираться на философию Бхагаваджи, мы не должны делить людей на мужчин и женщин. Сначала должны понять душу. И успех всегда это духовный, духовная жизнь. Материальная жизнь сама по себе не может быть успешной, потому что временно. Вот в корне как бы есть недостаток. В принципе материальная имеет недостаток. Поэтому любой успех на материальном поприще, он временный, не считается успехом полностью. Поэтому осознание себя как души, вступить в отношения с Богом. Это право, равное привилегию мужчин и женщин. Чтобы совершенствовать тем и другим, независимо от пола. Если же говорить о долге женщины, что является долгом совершенным женщины, то большей частью это положение матери. Есть положение жены, Дхарма Патни, которая напоминает мужу о высшей цели жизни, стимулирует его и вдохновляет, чтобы достичь высшего сознания Кришны и идти за ним. Это очень высокая роль для женщины. Другая очень высокая роль это быть матерью. Материнская энергия очень важна в обществе. Чем больше будет материнской энергии, тем больше будет силы духовной в обществе у мужчин. Сейчас ее становится меньше и меньше, потому что больше распространяется сексуальная энергия от женщин. А вообще, женщина должна в высшем смысле проявиться как мать. Это уже как бы природная святость. Чем больше будет святых женщин, тем сильнее и чище будет общество. И чем больше женщин будет проводниками майя, тем больше будет беспокойств, и мужчина будет слабеть под этим влиянием. Поэтому роль у женщины тоже есть великая, несомненно великая. Она может помочь многим людям в духовной жизни. Успех жизни для махараджа, для мужчины, или для саньяси, как поднять слово махараджа. Успех жизни, обвести любовь к Богу, для мужчины это самое важное. Пока мужчина не обрел любовь к Богу, так скажем, как о мужчине еще в этом смысле слова, С телом еще это разусляет, с мужским. Пока он не обрел еще любовь духовную, он еще склонен к материальным отношениям. Он еще зависим от женщины. Любовь у него будет связана с женщиной какой-то. Когда он достигает любви к Богу, то он обретает больше женскую природу духовную. Он уже не классифицируется как мужчина или женщина. Он не мужчина, не женщина, он уже духовное существо. Он для Бога может обрести ту форму, которая необходима. Женскую или мужскую, или другом быть ему, или супругой быть ему, или родителем быть для него. То есть эти отношения существуют. Это не принадлежит уже к полу материальному, а к конституции души, духовной квалификации. Поэтому главная цель должна быть в жизни, это любовь к Богу. Это удовлетворяет душу как мужчины, так и женщины. Те и другие стремятся к одной цели вместе. Туда опять спрашивают, когда вы приедете все-таки на Украину и будете ли вы на фестивале в Евпатории? Возможно, буду в Евпатории, но, может быть, я не успею туда приехать. Сейчас-то неопределено. На Украину я приду в следующем году только. Да. Да. Я ежедневно слушаю ваши лекции. Без этого было бы просто невозможно оставаться в сознании Кришны вдали от преданных. Вы прививаете любовь к Кришне и вдохновляете на преданное служение. И еще раз большое вам спасибо. Это русское? Да, русское преданное. А что вы посоветовали конкретно преданному, которые находятся вдали от общения? Отрезанными от общения? Да. Но у них в сердце связь возникает с преданными. Они думают, слушают лекции, как в этом случае. Эта связь становится очень сильной в разлуке, как правило. Но Кришна их поддерживает внутри сердца. Но постепенно люди найдутся какие-то везде. Если общаться с ними, я не знаю, как в Китае, конечно, на китайском языке сложно. Может быть, они знают английский. Сложная ситуация. Но не беспокойтесь на время, на эту ситуацию. Пока это так. Будущим будет по-другому. Вы воспеваете Святое Имя. Следующим принципом. Думаете о преданных, о миссии, проупады. Получите больше и лучшие возможности в будущем для преданного служения. Это вопрос времени. Вопрос о семье. Как Матаджи должна правильно рассказать спутнику непреданному о необходимости заключения официального брака? Спасибо. Непреданный. Непреданному сложно что-то доказывать. Обычно они имеют какие-то свои желания, свои убеждения и очень трудно. Тем более, если люди уже взрослые, зрелые, очень трудно менять им свои убеждения и желания. Поэтому, если все-таки он станет как-то преданным или хотя бы другом преданным, уже будет легче общаться и понимать друг друга. Мужчина боится вступать в брак, потому что боится свободу терять. Женщина, наоборот, она хочет вступить в брак, потому что она как себя чуть более сильная и защищенная. Так мужчины, они вот такими становятся независимыми, хотят жить женщиной, но брак не уступает. Такое лицемерие. Женщины хотят, чтобы они женились и делили полную ответственность. В современной ситуации все больше и больше такое становится. Потому что те и другие не доверяют друг другу. Поэтому, говорим, нужна духовная жизнь. Это просто доверие, не просто убеждения какие-то, что должны заставить человека убедить его жениться, а просто доверие. А если у вас нет общей цели, то и доверие постепенно уйдет между мужчиной и женщиной. И брак станет лишь формальностью. Настоящий брак, он должен быть освящен, на небесах гроится. Высшая цель должна быть вместе, скрепленной высшей целью, высшим смыслом. Как вы относитесь к детской преступности? Что с этим можно поделать? Детская преступность, это преступники в прошлом рождаются заново. Те, которые не свели счеты в прошлой жизни, не приходят сводить счеты в этой жизни. То есть у детей уже есть такой вкус. Они быстро находят подтверждение своим вкусом в обществе. Быстро получают знания и вдохновение, как это делать, общаясь на улице. Они просто восстанавливают свое прошлое сознание быстро, на глазах. Без особых усилий. Другие дети, наоборот, находят другие вещи. У них другие интересы. Потому что прошлая жизнь с другой деятельностью. Я видел однажды детей, лет по девять, по десять буквально. Целая компания была в городе, шла в обнимку. Были абсолютно пьяные эти дети. Курили папиросы. Совсем дети. Посреди улицы громко кричали, ругались, приставали к взрослым. Они верили в себя, как взрослые люди. Понятно, что они продолжаются в прошлой жизни. Как быть? Нужно духовное знание. Это необратимо в каком-то смысле слова. Общество деградирует. Это необратимый процесс. Если не дать духовное знание, никакие силы не остановят эту деградацию. Ни политика, ни экономика, никакие организации объединенных наций, Прабхупада говорил. Нерелигиозной системы необходимо дать именно духовное знание о своих отношениях с Богом, каждому человеку. Только это может остановить эту карму, неправильное направление цивилизации. Детская преступность означает, что у ребенка сердце нечистое уже в эти годы. Все скверно. Сейчас, например, даже общество не знает, что с этим делать. Малолетний преступник не знает сажать его. Если его посадишь, значит он там приобретет еще более худшие качества. Еще худшие качества. То есть если его посадить в каталажку для малолетних, никто же ничего хорошего знает? Никто не знает. Что делать с наркоманами? Никто не знает. Что делать с наркомафией? Тоже никто не знает. Что делать с производством водки? Никто не знает. Что делать с этими машинами, которые заполнили все уже улицы, асфальты, кругом, и воздух, и одни газы? Никто не знает. Никто ничего не знает. В том-то и все дело, что никто ничего не знает, а управляют миром. Знание есть. Нужно понять душу человека. Нужно дать духовное знание, это ответ. Но они не знают и знать не хотят в этом проблеме. Вот это уже проблема. Если не знает человек, это не проблема. Он может узнать, может научиться многому. Он не знает и знать не хочет. Он позволяет управлять, действовать в этом мире. Получается, все эти рекламы антиалкогольные, потом есть такие под кайфом жизни. То есть они, получается, не эффективны? Нет, это не изменит мир. Более того, чаще всего это только ускоряет деградацию. Все попытки остановить ее ускоряют только деградацию. Карма сейчас очень запутана, называется угрокарма. Например, вы можете сделать из плохого металла, ржавого, сделать хороший инструмент. Итак, мы уже имеем с вами кучу плохого материала. Из этого материала мы хотим что-то создать хорошее. Сначала нужно очистить это железо. Это ржавое железо не годится для того, чтобы что-то делать. Нужно его переплавить хорошенько, очистить. Из хорошего железа можно сделать хорошие вещи. Так они пытаются создавать какие-то рекламы, какие-то общества для того, чтобы исцелить. Но кто это делает? Люди, не обладающие высокой квалификацией, также высоким духовным уровнем знания. Они из той же среды приходят. Они приходят с другой планеты, с более высокой. Они имеют все недостатки этого мира также. Миллионы несчастных людей пытаются изменить мир к лучшему. Как это возможно? Они сами страдают. И так нужно дать такое знание, которое сделало людей счастливыми. Избавилось от страданий, прежде всего. Очиститься от этих пороков. Страдаем от пороков. Очищение от пороков. Будем более счастливы. И уже имея счастье и знания, будем понимать, как это передать другим людям. Как обучать? Ну как может эгоист научить других быть бескорыстными, например? Как курящий человек может научить других не курить? Невозможно. Поэтому необходимы духовные лидеры в обществе. Можно признать это, что в обществе необходимы духовные лидеры. Не только политики и богатые люди. Но и духовные люди. Добавить нужно к этому. Тогда не сложно. Лекарства есть. Они же находят такие средства моющие? Для рекламы берут такую стеклянную колбу, наполняют ее водой целиком. Выливают в флакон чернину. Вот такая степень загрязнения. Руку опускает. Черная рука. И вот реклама моющего средства. Из тюбика небольшое, незначительное количество. На ладони разбалтывают. Они же находят такие средства на физическом уровне. Значит, нужно найти средства сейчас, чтобы очистить сознание людей. Свет знания, говорит. Это результат невежества. То, что люди творят. Не ведут, что творят. Коммуницы 70 лет что-то творили с хорошими мотивами вроде бы. Когда пришли к разрухе, их обвинили сначала. Обвинили и потребовали ответа. Даже вплоть до наказания. Люди были разгневаны всем этим. Что же они ответили? Убежденные атеисты. Научный коммунизм. Ленин, Маркс. Все было доказано. Они что сказали? Я помню это хорошо. Они сказали, а кто же знал? Оказывается, мы ничего не знали. Вот они признались уже через 70 лет. И нужно было сразу это понять. Что человек сам по себе без Бога не может все знать. Нужна связь с Богом. Утратили связь с Богом. Сейчас больше людей к этому склонны. Они уже приближаются к России. Пусть становятся. Это факт. Нужно давать больше возможностей таких, чтобы люди получали образование. Духовные знания. Не просто спрашивали, как быть с таким плохим ребенком или с таким плохим мужем. Начать с себя. Почему муж такой плохой стал? Почему он пришел в такой плохой муж? Почему ребенок такой пришел? Причина также есть во мне. В моей судьбе. В моей карме. В моих прошлых деяниях. В моей карме с прошлой жизни еще. И так, если это примитивное мышление, мы пытаемся найти ответы. Какие-то, но непосредственно свои проблемы, это ничего не решает. Это на старые одежды пришивать новые заплавки, говорит. Нужно одевать новую одежду теперь. Советую комнату. Обновление должно быть. И так человек должен встать на духовный путь сам. Увидеть, насколько он научен. Насколько он эффективен. Он будет поражен, что это избавит от всех тревог, от всех сомнений, от всех страхов. И решит все его материальные проблемы. И вот тогда он может обучать других. Еще пишет преданный Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, сейчас я читаю 12 когов Джапы. Я уже выбрал своего гуру. Таким образом, каким образом происходит принятие ученика гуру? Что для этого необходимо? И можно ли об этом сейчас думать, когда еще не читаешь 16 когов? Но следуешь принципам. Очень хорошо. 12 когов уже повторяет. Принципы все соблюдают. Выбрал духовного учителя. Осталось еще постепенно достичь 16 когов. И уже может принять духовного учителя. Все идет по плану. Принятие гуру нужно же. Гуру духовного учителя. Все. Принуждено слушать его лекции, читать книги, заниматься служением. Увеличивать круги постепенно, готовиться к посвящению. Изучать философию, сдать тесты необходимые. Все очень хорошо. Когда ученик готов, гуру приходит. Дорогой гуру Махараш, спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Наталья Рыкова пишет. Я пытаюсь протисковать сознание Кришны около трех лет. Предные говорят, что характер и поведение изменились. Но родственники, и в первую очередь мама, отмечают, что в качестве, качество характера остались прежними. А если есть изменения, то они только в моих мыслях, которые я кручу в своей голове. Выходит, окружающие меня преданные лукавят, кому верить, им или маме? И тем, и другим нужно верить. Мама хорошо знает материальную сторону нашу. А предные видят наше духовное развитие. Предные видят, например, энтузиазм в преданном служении, привязанное к святому имени, энтузиазм на киртенах. Мама этого может всего не видеть. Если мама тем более не ходит на киртены, не видит этот процесс непосредственно, она видит просто материную сторону ребенка. Характер обычно сохраняется прежний, он просто очищается. Иначе мы пришли в эскиртен, а мама нас уже не узнала. Другой характер, все другое, другой человек. Нет, все то же самое. Просто очищается человек. Дорогой Гуру Махарадж, можно ли нинцирну преданному читать джапу на четках из Туласи? Ухаживать дома за деревством Туласи и божествами? Не вижу отклонений. Не слышал, что это запрещено делать нинцирну преданному. А божества? Божества, божества. Да, еще про божества она спросила. Ну, строго говоря, божество он служит уже с инициацией. А еще лучше, если браманская инициация есть. Пока служите гуру Гавранги, панчататве, это самое лучшее. Дом спрашивает, а гапалу? Гапалу сидели служат. Это больше как игрушка для них. Но, тем не менее, связано со служением. Компромисс какой-то. Вот еще вопрос спрашивает. Как узнать, кто твой гуру? Бывает ли эта связь из прошлой жизни? Все что угодно может быть. Но не так важно. Важно, что вы это почувствуете в сердце, эта связь. Что вы захотите принять этого человека в духовном учительном вопросе. Почувствуйте связь, веру в этого человека, веру в слова, желание следовать наставлениям. Значит, связь существует. Скажите, пожалуйста, какая роль маленьких групп духовного общения для людей, которые живут далеко от храма? И какая роль храма для людей, которые живут близко от храма? И нужно ли им посещать группы духовного общения? Нужно общаться. Очень важно для общины знать. Знать друг друга. Преодные будут иметь группы. Если большая община, будет много малых групп. Если община небольшая, может быть одна-две группы, не важно. Но важно, чтобы мы в этих малых группах хорошо знали друг друга и помогали друг другу в преданном служении. Вместе учились, вместе шли одним путем. Как бы такие небольшие духовные семьи, ячейки. Составляют большую общину, сотрудничать между собой. Это дает веру преданным, поддержку, поддержку ощущать у других. И храм помогает организовываться общине в каких-то духовных мероприятиях. Праздниках, скажем, фестивалях, программах воскресных, проповедческих программах. Община очень помогает. То есть все нужны общаться и знать хорошо друг друга. Недостаточно просто посещать большие фестивали или большие программы. Нужно еще знать преданных от жителей. Знать все о преданных. Их личную жизнь, их мотивы, их уровень, их обстоятельства в семье и так далее. На работе. Все. Преданный спрашивает, как победить лень? Лень. Это как сон. Его невозможно победить. Если сон вас побеждает, вы засыпаете. Если вы сон побеждаете, то вам придется отдыхать после борьбы. В любом случае результат одинаковый. Так же и лень. С ленью сам человек бороться не сможет. Если перед кем-то не несет ответственности. Никто не хотел ходить в школу каждый день. Но если мы пойдем в школу, нам будет там плохо и там плохо. От родителей плохо будет. Будет очень плохо. Надо идти в школу. Это ответственность называется. Страх. Если человек ленивый, его связывают с какой-то системой, которая дисциплинирует его. Для которой он должен отвечать. Если он настолько ленивый, что даже перед системой отвечать не может. Ему все равно, что думают другие. Настолько он ленивый. То вот такой человек просто поддерживают. Его невозможно как-то поднять до цели зоны жизни. Но это редкий случай. Как один царь сказал. Мы обратились. Ленивые люди в царстве. И попросили заботиться о них. Потому что они по природе очень ленивые. Они не могут ничего делать долго. Царь сказал. Строить им столовую бесплатно. Для ленивых людей. Табличку повесить. Для всех ленивых бесплатно столовую, пожалуйста. Построили столовую. Открыли. И в первый же день туда пришло огромное количество ленивых людей. Полная столовая. Все активно едят. Разговаривают. Все радостные. Царь сказал. Поджигайте столовую со всех сторон. Столовая загорелась. Все в рассыпную. Кто в окно. Кто в двери. Кто как. Спасаться. Два человека остались там и ждали добавки. Они говорят. Слушай, что-то у меня уже слишком печет из этого бога. Который говорит ему. Ну, повернись другим богом. Царь сказал. Вот эти два ленивых. Их кормите бесплатно. Остальные должны работать. И так ленивых заставляют работать. Поручают их системе. Какое самое лучшее средство от всех вольных и невольных оскорблений? Самое лучшее средство от всех вольных и невольных оскорблений. Это постоянно повторять Харикришну мантру. Не прерывать процессы. Еще, может, последний вопрос. Харикришна, во сколько можно вставать для начала, если рано он не получается? По стандарту 4-5. Это нереально для меня. Вставайте, как можете. Мы не фанатики в этом смысле слова. Если не можете сейчас пока рано вставать, вставайте, как можете, но научитесь постепенно. Рано вставать не так уж трудно, как кажется. Почувствуйте в этом особый вкус, радость. Да, вам будет легче вставать. Вот еще вопрос. Дорогой Махараш, почему так происходит, что вот все в жизни хорошо, и друзья, преданные, семья, Кришна, служение, все супер. А вот как за джапу, так сразу какая-то сонливость и апатия четко из рук вываливается. И дел сразу так много важных. Как себя заставить? Через силу? Так, проверяйте истинность. Это проверка истинности джапа. Именно джапе, как мы себя ведем. Все это хорошо, все это приятно может быть процессом. Предный, добрый, просад хороший. Много может нравиться, но навизна, чистота. Но джапа, это критерий. Критерий, как мы относимся именно к Кришне, к его имени. Это проверка истинности. Искренне, преданный, никогда не заснет во время джапы. Искренне, преданный не спит, когда читает книги. Не, ну понятно, если он сильно устал, он истнет. Мы говорим об интересе, и потеряет интерес к этому. Проверка истинности. Если мы видим, что у нас нет энтузиазма слишком читать джапу, сонливость, вялость, апатия или книги, что тогда нужно делать? Нужно много работать для Кришны. У нас проявится интерес к душатому степену. Помогает очиститься. Служите преданным. Выполняйте что-то в миссии, полезные вещи. Вы увидите, что джапа будет лучше у вас. Еще лучше, еще лучше. Будет радостно, энергично. Будет пробуждение. Можно научиться этого. Ну, такие вы, видите, векалии. А можно ли помочь животному после смерти уси к Богу? Трудно. Сначала мы себя должны начать хотя бы, себя привести к Богу. До животных добраться нужно. Господь Таня мог так делать, но нам трудно будет это сделать. Есть, наверное, больше вероятность привязаться, наоборот, к ним, да? Тут преданные пишут благодарности за живой эфир. Мы уже третий час в эфире. Хотели всех поблагодарить за их вопросы. Я думаю, если будет возможность, мы как бы продолжим в другой раз общение, когда вы будете здесь в Москве. То есть это интересно, да? Можно продолжать. Может быть, что-то скажете такое на сегодня напоследок. Да, спасибо за участие, за вопросы. Интересно всегда общаться. Тут есть недостаток. Я привык видеть перед собой за людей, лица. Здесь я вижу только камеру. Мне нужно представлять, что кто-то меня слушает, кто-то воспринимает прямо сейчас. Но все равно я чувствую связь, чувствую связь, что преданность разных мест. Они искренне интересуются сознанием Кришны. У них есть вопросы. Они любознательные, любопытные, пытливые. Есть прогресс. Признаки прогресса того, что стремление существует такое. К счастью, это стремление в расти, оно становится более интенсивным в духовной жизни. Осознанным. Поэтому в России избежит много неприятностей. Так же, как в нашей жизни могло быть много плохих вещей, но мы начали повторять Харе Кришна. Карма очищается на глазах. Так же касается всей страны. Многие люди сейчас начинают прибегать к духовной жизни. Значит, многое изменится в обществе. К лучшему. Надо продолжать свою практику. Вдохновлять других людей. Распространять Святое Имя. Харик Кришна Матру особенно. Очень важно. Веккали это остается последний способ очищения. Главное. Юга Дхармы. В этом смысл нашей жизни. Воспевать Святое Имя и распространять Его Славу. Так обретем счастье. Даже несмотря на век Кали, человек может быть счастлив в этом процессе. Харик Кришна. Мы хотим поблагодарить Его милость. И от имени всех преданных, которые слушали этот эфир, принести ему свои поклоны и благодарности. Даже слышим, как они все кричат Хариба. Кура кричат. Огромное спасибо из Перми. Я не успеваю все прочитывать. Подождите. Вы делаете очень нужное и полезное дело за прямыми трансляциями в Садху Санга. Подождите. Будущее золотого века. Спасибо. Харик Кришна. Харик Кришна.